Ну и в продолжение тематики первого видео, в котором сказано было, что проверим, как укрывает краска из банки и как укрывает краска с подбора. У нас есть элемент, который мы сейчас будем красить с подбора и есть такого же цвета элемент, который мы в предыдущем видео красили из банки, то есть кварц. Два с половиной слоя у нас укрыто здесь, панель в принципе укрыта хорошо, но на самой карте сбоку под фонарем можно увидеть слегка шахматную градацию, ну то есть слегка-слегка вообще. И сейчас попробуем, как оно будет, в чем глобально, есть ли глобальная разница в подборе. Красить буду не я, потому что не я красил ту панель, я попробую... А, вот что мы еще в этом видео попробуем, это то, что мне из презентации было интересно, это лак DH, который HS, но указано, что он полутораслоенный. Вот здесь можно видеть количество слоев 1,5, это 50-60 микрон. Вот, красимся! В принципе, первый слой, если так взять, параллельно вырезать кадры с предыдущей панельной с этой, вообще одинаково. То есть такие же, в мокром слое облака. Я бы сказал, что это даже более жидкая краска, тогда была более густая. Потому что этот Кирилл разбавлял на весах на 60%, там мы разбавляли по линейке на 60%. То есть из-за того, что плотность разбавителя чуть легче, то есть на весах его налил, естественно, чуть-чуть больше. То есть по ощущениям, вот эта краска более... Ну, то есть получится, скорее всего, что все равно, ну, как ни крути, а этот цвет, я думаю, все понимают, все равно хоть так, хоть так, два с половиной слоя будет минимум. По-любому. То есть полтора тут, ну, никак не может быть, два, все равно, если делать полных, то потом полуслоя эффектного, то есть хоть так, хоть так выстреливают два с половиной. Даже если черный, если черный, который хорошо кроет, все равно нужно два с половиной делать, потому что первым видна риск от шлифов. И как бы не везти там, иногда получается все выкрасить. Ну да, прокрасить за раз. Ну что, лачимся, лачимся. Лачок развелся просто с отвердосом, у него даже по инструкции не написано никаких разбавителей. Полтора, да, полотенец? Да, полтора. Да, первый тонкий я пыл. Давай, подержу. Да, я подержу. Но будем ждать некоторое время? Давай там 2-3 минуты буквально. Хорошо. Если сделаешь совсем тоненький, совсем тоненький, то можешь буквально минутку подождем и сразу второй. То есть это такой типа как эконом. Как раз то, что надо и с очень небольшой скоростью получилось. Сейчас, минуточку подождем. Кстати, вот по явным то, что видно. Но мы сейчас еще возьмем фонарь, сравним тестовые красоты. Два с половиной слоя подборной базы, вот точно закрыли флажок. А на флажке, который сейчас принесем, там сбоку чуть просвечивается под фонарем. Поэтому может быть в какой-то степени с подбора база все-таки действительно лучше кроет? Ну, в принципе, так и должно быть. И это нормально, потому что... Разная цена. Да, разная цена, разное назначение. Большинство компаний, когда там тестировать что-то такое, все говорят, что полутораслойный лак, вот в пыль кинул, в носу вот так выковырял что-нибудь и пошел дальше. Значит продолжаем. То есть смело. Либо же полный один слой. Либо же полный слой. Вот. Вот. Вот оно. Вот прям наливаешь, и вот то, что хочется. Вот двухслойка по сравнению с этим. Ты знаешь, спросить. Вот так, мне что понравилось? Ну, слойка вообще ни о чем. А вот этот лак прям, прям то, что надо. Еще с привычного пистолета его взять, навалить будет вообще шикарно. На углу. Так, ради интереса подалью. Все. Сейчас межслойка пройдет. Включим. Включим фонарик, посмотрим, что получилось. Так, подведем кратенький итог по лачку. А, тут уже что-то сверху сыпануло. Я думаю, что это такое? Полочку. Прошло минут 10, уже даже чуть больше. Он только вот начинает полноценно на отлип схватываться, так что волосинки не тянутся. Как наносится лак, я прям кайфанул. Вот это именно то, что мне нравится в полутораслонниках. Пыль и влил. Шикарно. Там, где влил и еще раз влил. Ну, еще ничего не кипит, да, ну, как бы не будет кипеть. Но на торец ушли капельки. То есть, перегружать этот лак нельзя. Он вот в один навалил и все хорошо. Где-то если идти мощно подливать, ну, может, что-то может сорваться. Если попробовать взять к нему отвердос нестандартный, а, допустим, быстрый, ну, побыстрее, который более низких температур. Ну, с целью ремонта, там, один элемент, два элемента. Чтобы не было вот такой долгой, ну, долгого сбора пыли, назовем это так. То, по идее, будет минут, может, там, на пять быстрее. Ну, этот вариант вот для полняков будет хорош. То есть, будет как раз сглотнета пыль на переходе. Ну, интересно, лачок интересный. Мне понравился, стоит обратить внимание. Круто. Теперь берем фонарь. Собственно, что мы делали? Мы красили разными системами. Одна с банки, другая с подбора. Ага. О, спасибо. То есть, это у нас первоначальный выкрас. И не знаю, если видно, вот с этого угла чуть-чуть просматривается доска шахматная. Вот отсюда именно. И именно под фонарем. То есть, сейчас без фонаря вот так вот не видно. Все нормально. А здесь? А здесь также два с половиной слоя. Но не просматривается. То есть, никак. Не так, не вот так, не просматривается. То есть, вот это вот именно как бы разница с банки и с подбора. Сливали по коду. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть есть, да? То есть, зеленцы больше. Да. Или синевые, или зеленцы. Но это как бы и было вначале не совсем. Ну, нам и сказал, да, кто сливал, что отличие будет. Потому что их там 6 или 7 штук кварцев. Просто взяли, слили более-менее, что нам понравилось. Ну, ладно, назовем так. Так, на один слой вот это кроет с банки хуже, чем со слива. Все. Как бы в этом плане тест завершен. Ну, лак я прям кайфанул. Вот. Вот оно. Вот интересно. С этим лаком можно продолжить тестирование какие-нибудь с целью того, что обратить на него большее внимание. Попробовать, как полируется, понятно. Как моется и так далее. Ну, классно, классно. По факту получаем, что система слива по коду, ну, со стойки краска чуть-чуть лучше. Но если перевести цену на готовый продукт, на готовую краску и на стойку слив, то цена будет явно разниться, что, конечно, выгоднее покупать такие. Но по качеству лучше все-таки получаются вот такие. То есть тут выбор уже цены. Если есть бабосик, можно лить и со стойкой. Если есть желание подэкономить, берем в банках готовые цвета и не переживаем. Очень понравился лак. Дальше мы с ним будем играться, что-нибудь смотреть. То есть себе этот лачок я по-любому возьму для проб, тест, ошибок, расследований каких-нибудь и так далее. На этом все. Всем спасибо, что смотрели. Удачи. Пока.